В Абакане совершенствует дорожное движение. Машин всё больше, население растёт. Тем, кто ездит привычным маршрутом и уже не смотрит на знаки и сигналы, стоит быть внимательнее. Меняются разметки, порядок движения. На перекрёстке оживлённых улиц Кирова-Щетинки на год назад ввели трёхфазный режим работы светофора. Это обезопасило движение и сделало левый поворот безаварийным. Неделю назад по просьбе водителей установили стрелки для поворота направо, чтобы разгрузить городскую магистраль. Мы проанализировали эту ситуацию, посмотрели, что да, это будет работать, что увеличится трафик прохождения транспортных средств по улице Кирова в сторону улицы Щетинкина. В основном это мы проезжаем и смотрим, где собирается транспортное средство, где аварийно-опасные участки. То есть у нас ведётся журнал ДТП, мы его сверяем с ГИБДД. То есть вот этот весь анализ идёт, то есть аварийных опасностей, это первая очередь. И на основании этого мы уже принимаем какие-то решения, где вводим третью фазу, где меняем режимы. Появились два проекционных пешеходных перехода. Первый умный переход сделали на улице Щетинкина. Здесь всегда плотно припаркованы машины, из-за которых водителям не видно людей. Теперь при приближении человека к зебре на табло загорается надпись «пешеход», а вечером светится проекция. Такую же по инициативе госавтоинспекции настроили на пешеходники на перекрёстке улиц Крылова-Некрасова. Проекционный пешеходный переход играет большую роль в осеннее время, когда разметка стирается, а также в зимнее время, когда она занесена снегом. Тем самым проекция пешеходного перехода видна водителю даже в таких дорожных условиях. Пешеходов обезопасили, но поток машин на Крылова большой. Поэтому на этой зебре поставят ещё и светофор. Всего в Абакане планируют добавить порядка 11 светофорных объектов на нерегулируемых пешеходных переходах.